Она уже давно чехолок, нет силиката и образования, но очень давно этим занимается. Педагог вообще. И сейчас, где-то год назад, она научилась с тренирологом. И такой вопрос. Получается, это же не трение тысячи в жизни. Кто-то платит, допустим, очень дорого за этой ценой всей этой жизни или еще болезни у близких? Нет, такого не может быть. Почему он должен платить болезни? Ну просто, допустим, есть там, когда удивляешься, думать типа нельзя. Живу! Нет, послушайте меня, она хорошая, как психолог, все нормально. Просто не надо думать, что если человек получает знания, он должен за это платить болезнями. Это глупое мышление. Я вам сейчас расскажу. Существует духовная арифметика, существует материальная. Не надо материальную арифметику прилагать к духовным вещам. Вот допустим, я вам сейчас рассказываю истину. 1 минус 500 равняется 501. То есть я отдаю 500 человекам свою энергию, у меня получается энергии в 500 раз больше. Запомнили? Это духовная арифметика. Вот я искренне, всем сердцем отдаю сам человекам свои силы, у меня получается сил в 500 раз больше. Запомнили? Это духовная арифметика. Материальная арифметика 1 минус 500, получается минус 500, да? Ну то есть человек отдал 501 сам, значит он истратил все, у него нет. Он умер. У него 500 раз меньше сил, да? Получается. Если он настроен корыстно, а если он настроен бескорыстно, то у него получается 500 раз больше. Это духовная арифметика начинает работать. Поэтому не думайте, что если человек кому-то что-то отдал, то это значит, что он будет лишаться здоровья там или еще чего-то. Это глупость. Не надо так думать, это неправильное мышление. Спасибо.